В июле Ольге Завьяловой пришло письмо счастья, но от него у инвалида третьей группы полились слезы. В нем приставы потребовали от женщины автомобиль. В счет погашения долга за кредит. Мне судебный пристав металлургического района сообщил, что машина, вот этот Chevrolet, которая была уже утилизирована, она значит в аресте. Семь лет назад муж Ольги разбился в ДТП. Машину увезли на штрафстоянку для экспертизы. Платить за нее у женщины не было средств. Но следователь уверял, все будет бесплатно. Больше четырех месяцев авто не отдавали. А когда женщина решила его забрать, то узнала, что у нее долги за простой. Я говорю, так меня вы уверили, что я не буду платить ничего. Ну, он написал им письмо. Ну, не знаю, надеялся, не надеялся он, что вернут машину. Но в итоге мне ничего не вернули. Позже Ольга сама позвонила на штрафстоянку. Ей ответили, что готовят иск в суд. Чтобы избежать разборок, женщина отдала машину со всеми документами. Спустя год после трагической истории Ольга решилась взять кредит. Прекратила его платить. Ну, я писала заявление в банк. Мне отказали. Но я платить все равно не смогла. В 2018 году возобновила платить кредит через пенсию. Ну, через пенсию меня стали высчитывать. Вот, два года, считай, уже с лишним я его плачу. Ольга думала понемногу перекрывать кредит. Но планы разрушила письмо от приставов. На основании изложенного и в соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации об исполнительном производстве требую 30.07.2020 в 14 часов предоставить автомобиль Шевроле Лана с 2007 года выпуска. И правоустанавливающие документы на него судебному приставу-исполнителю по адресу город Челябинск, улица 50 лет в ЛКСН, дом 4. В Федеральной службе судебных приставов объяснили, женщине нужно снять авто с учета. Но, по мнению ГИБДД, сделать с арестованной машиной это невозможно. Наложен арест на имущество, которого не существует, автомобиль, который когда-то был отдан за долги штрафной стоянки. Также можно решить через суд, через судебную систему, обратившись в суд с исковым заявлением о признании юридического факта. А факт заключается в том, что машиной она больше не владеет, она передана третьим лицам. Теперь Ольге Завьяловой, видимо, придется обращаться за помощью к юристам. Государственные структуры ГИБДД и судебные приставы ей не помогли.